Об итогах уходящей недели в Пермском эфире РБК. Я Антон Шибанов. Здравствуйте. Криптоэкономика за прошедшие дни в региональной информповестке сразу несколько раз выходила на передний план. Это и прошедшая Пермвинтерскул на базе Пермского госуниверситета и новости о том, что сразу несколько компаний заявили о выводе майнерских ферм на промышленные масштабы добычи. Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Прямо сейчас новости компании от Рустама Багизова. Рустам, приветствую тебя. Ты в своем обзоре эту тему также не обошел вниманием, я имею ввиду криптовалюты. Действительно, Антон, один из дата-центров уже готовится к открытию. Организаторы заявляют его именно как центр для майнерских мощностей. Новый дата-центр откроется в индустриальном районе Перми в начале февраля. Эту информацию нашему телеканалу рассказал технический директор учредительной организации. Общая вместимость центра – 1300 ферм. Разместить можно будет как фермы на основе видеокарт для майнинга альткоинов, так и интегральные схемы специального назначения, то есть для добычи биткоинов. Доступная мощность электроэнергии – 4 мегаватта. Как поясняют в руководстве дата-центра, первичный интерес со стороны потенциальных клиентов уже есть, однако подписание договоров ожидается уже после открытия объекта. Наша аренда – 2000 рублей за ферму и 4 рубля за киловатт. Оплата по счетчику индивидуально. Как поясняется на сайте организации, в стоимость аренды входит круглосуточная охрана дата-центра. Будет осуществляться необходимое охлаждение и вентиляция помещений. Клиенты смогут физически посещать дата-центр для модификации своего оборудования. Промышленный кластер «Сельхоз. Машиностроение» Пермского края будет зарегистрирован Минпромторгом России в течение трех месяцев. Об этом телеканал РБК рассказал глава Краснокамского ремонтно-механического завода, одного из якорных участников будущего кластера. Сообщается, что первичная заявка была отправлена на доработку. Некоторые пункты требуют более точного описания. Необходимо внести также технические правки. По словам господина Теплова, в рамках кластера в этом году планируется появление новых компаний. На действующих же предприятиях предполагается рост объемов выпуска. В частности, на Крымозе он может составить до 20% в 2018 году. Мы планируем, что тенденции к росту сохранят все направления, которые у нас есть. По нестандартному оборудованию, кроме нестандартного трассы, добавится еще и газовое. Благодаря этим заказам, которые приходят в Крымский край от Газпрома. И также планируем продолжение роста по сельхозтехнике, навесному оборудованию, тракторам, автомобильные прицепы и, соответственно, складское оборудование. Плюс в этом году мы ожидаем рост по направлению строительных металлоконструкций. В этом году объем также должен вырасти. Как сообщили на предприятии, по итогам 2017-го объем производства Краснокамского завода уже увеличился на 22% по сравнению с предыдущим периодом. Существенный рост показал направление производства сельхозтехники. Продажи увеличились на 58 миллионов рублей. Сообщается, что способствовало этому действующему в стране программу субсидирования покупки, произведенного в России оборудования. Рост в 54% показал также направление производства прицепов для легковых автомобилей. В прошлом году КРМЗ увеличил объемы выпуска этой продукции до 2000 единиц. Еврахим. Усульский комбинат приобрел уникальную для российского рынка буровую подземную установку стоимостью около 20 миллионов рублей. Патент на инновационное оборудование для работы в шахтах принадлежит Пермскому научно-исследовательскому технологическому институту. Буровую машину также представили и главе региона Максим Решетников. Установка способна бурить скважины глубиной до 50 метров в подземных горных выработках. Из важнейших конкурентных преимуществ это мобильность. Буровая машина габаритная, что во многом обуславливает ее маневренность. По словам главного конструктора института Данила Адилова, одинаково мощно работают как от дизельного привода, так и от шахтной электросети. От идеи до готового продукта прошло полтора года. Заказчиками выступили Еврахим Вуссули и Уралкали. Это не первый опыт их работы с институтом. Мы рассмотрели вариант, что уже приобрели крепежную машину МВК для крепления кровли. Она зарекомендовала себя как надежное оборудование, которое легко в обслуживании. Рабочий персонал быстро принял ее, но надежность. И поэтому мы надеемся, что эта машина тоже позволит обеспечить безопасность горных работ, ну и повысить производительность предприятия. Я лично ПНИТИ знаю уже порядка 10 лет. В компании Еврахиме работаю и в прошлом году мы приобрели 4 крепежных машины. Основной конкурент шведский производитель Атлас Копка и Сандвик. По словам конструктора ПНИТИ, стоимость их подземных буровых установок в среднем в два раза выше, но размеры больше. Заводские испытания и оборудование уже прошли. К роднику пермской ноу-хау, кстати, уже доставили буквально накануне. Рустам, я так понимаю, в большей степени это подземная машина опытный образец. Предполагается ли в ближайшее время еще поставки тому же Еврахиму? Действительно, топ-менеджеры говорят, что пока они будут тестить, ну и действительно там какие-то результаты будут приниматься уже после апробации. Вот сейчас в Еврахиме заявили, что на текущие потребности хватит пока одной машины. Рустам, благодарю тебя, держи нас в курсе. Обзор рынков прямо сейчас в нашем эфире его подготовил Александр Лепешев, консультационный управляющий регионального представительства ФИНАМ в Перми. Александр, приветствую. Так понимаю, что оглашение кремлевского списка имело отражение на российских индексах? Привет, Антон. На самом деле российские рынки почти никак на это не отреагировали. Ждем подробностей. Регулятор отмечает, что рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность стабильно растет. Уровень занятости, расходы домашних хозяйств и инвестиций в основной капитал увеличились. Годовая инфляция остается ниже целевого уровня в 2%. Инфляционные ожидания почти не изменились. Следующее заседание ФРС состоится 21 марта 2018 года. По итогам встречи пройдет первая пресс-конференция нового председателя ФРС Джерома Пауэлла, а полномочия Джанет Йеллен истекают 3 февраля. Почти единодушно трейдеры ждут трех, а то и четырех повышений ключевой ставки ФРС до конца текущего года. Доходности десятилетних казначейских облигаций США достигли отметки 2,75% на фоне сохранения базовой процентной ставки Федрезервом. Американские биржевые индексы на торгах в среду закрылись почти без изменений. Доу-Джонс на отметке 26149 пунктов, СНП-500 почти 2824 пункта. Минфин США в ночь на вторник опубликовал кремлевский список, куда вошло почти все руководство Российской Федерации и крупные российские предприниматели, всего более 200 человек. Российский рынок акций отреагировал на публикацию легким снижением, но буквально на следующий день восстановился. Зато облигации федерального займа подросли в цене на фоне возросшего спроса, поскольку доклад не содержал информации о запрете покупки российских ОФЗ иностранными инвесторами. Нефтяные котировки растут на фоне несколько противоречивых данных от Минэнерго США. Запасы сырой нефти выросли на внушительные 6,7 миллиона баррелей впервые за 11 недель, при этом запасы бензина и дистиллятов сократились почти на 2 миллиона. Стоит отметить, что рост запасов в основном происходит из-за планового техобслуживания на большинстве НПЗ. А пока рынок нефти игнорирует даже такой негативный фактор, как рост объемов добычи нефти в США до рекордных значений за последние 47 лет. Сейчас в Америке добывают свыше 10 миллионов баррелей в сутки. Золото, которое традиционно является защитным активом и привлекает внимание инвесторов в случае роста геополитической напряженности, либо в периоды коррекции на рынке акций, незначительно снизилось за прошедшую неделю и по-прежнему остается ниже ключевого сопротивления на уровне 1370 долларов за унцию. Рубль к доллару накануне торговался в диапазоне 56,20-56,30 на фоне очередного размещения Минфином ОФЗ на 30 миллиардов рублей. В связи с этим на курс рубля к доллару сейчас слабо влияют даже растущие котировки нефти. Евро также подрастает и торгуется чуть выше 70 рублей. Индекс Мосбиржи находится в районе своих исторических максимумов, достигнутых на прошедшей неделе. Главной движущей силой индекса сейчас являются акции Сбербанка, которые добрались в четверг до новых рекордных отметок, коснувшись 270 рублей за обыкновенную акцию. На этом пока все. Удачных вам инвестиций. Александр, благодарю. Александр Лепешев в нашем эфире с обзором рынков, консультационно-управляющих регионального представительства Финам в Перми. Прямо сейчас реклама, а после нее поговорим о перспективах майнинга в пермских реалиях. Не переключайтесь. Мы продолжаем говорить об итогах уходящей недели. И вот, возвращаясь к новости, которая уже была в первой части программы, в Перми в начале февраля откроется большой дата-центр для майнинга. Он сможет разместить одновременно до 1300 ферм по добыче криптовалюты. Это уже, собственно, не первая ласточка. Размещение майнеров на своих площадях размышляет еще как минимум в одном предприятии. О перспективах таких дата-центров и поговорим с нашим сегодняшним гостем. В нашей студии Александр Чепеленко, руководитель отдела разработки компании GetNet. Александр Лепешев, приветствую. Здравствуйте. Благодарю за вашу отзывчивость. Так вот, ну, хочется понять, насколько широк этот рынок. Вы размышляете над тем, чтобы предоставлять сразу готовые мощности производственные, либо же это просто площади в некоем помещении с подведенным электричеством? Ну, суть дата-центра на самом деле довольно проста. Это, с одной стороны, простое помещение, где размещается оборудование. То есть это могут быть сервера, сетевое оборудование или, собственно, майнеры, о чем мы сегодня говорим. Но это непростое помещение. Оно требует охраны, хорошего доступа в интернет и, естественно, отвода тепла, то есть охлаждения. Мы работаем над тем, чтобы создавать необходимое место для вычислительных мастерстей других компаний. Вместе с принятием пакета Яровой и законодательства, которое, как это правильно сказать, законодательства... Изменениями в законах. Да, изменениями в законодательстве в части переноса хранения персональных данных в Россию и за рубежа. Очень много компаний все больше нуждаются в том, чтобы размещать оборудование здесь. То есть кто-то плачет от этого пакета Яровой, да? А вы смогли из этого извлечь прибыль некуда? Ну, пакет Яровой я сейчас не буду комментировать, ни хорошо это или плохо. Но именно потребность в размещении вычислительных мастерстей, она есть и будет расти вне зависимости от законодательства на самом деле. Потому что технологический рынок будет расти в любом случае, потому что мы в такое время живем. И людям нужно будет где-то размещать свое оборудование. Вот мы, собственно, и занимаемся тем, что предоставляем услуги размещения этого оборудования на площадях, которые уже готовы к этому. То есть обладая всей необходимой структурой. Вы крипто-рантие. Своего рода, да. Но мы на самом деле изначально не собирались этим заниматься. Но получилось так, что уже работая с Ростелекомом, Мэртелекомом и многими другими, практически всеми провайдерами и компаниями Перми, которые работают в технологической сфере, у нас есть все равно свободное место. Соответственно, к нам обратился, например, один из клиентов и спросил, можем ли мы поставить стоечку, которая будет добивать криптовалюты. Мы посчитали электричество, посчитали, сколько тепла эта будет установка выдавать. Нас это устроило, договорились о цене, подписали договор и разместили его оборудование у нас. Насколько этот рынок может быть широким? Вот вспомните, несколько недель назад там появилась новость о приобретении одним из российских бизнесменов ТЭЦ на территории Кизеловского района. Там с ее судьбой было не все так ясно, а второй объект был в Удмуртии. И тогда сообщалось, что в Удмуртии точно будет такая гигаферма по добыче криптовалют. Судьба Кизеловского объекта пока не ясна. Логичный этот шаг? Вполне. То есть на самом деле, если люди пытаются сделать, ну как пытаются, делают дата-центры, то в перспективе, даже если что-то с криптовалютами у них пойдет не так, ну допустим, инвесторы отзовут деньги и не будут размещать у них оборудование конкретно для майнинга, им все равно будет необходимо размещать какое-то оборудование. То есть просто для того, чтобы обеспечивать потребности отрасли IT в размещении оборудования. Мы же понимаем, что судьба биткоина, я имею в виду конкретные криптовалюты, может быть там различные, но тем не менее, это все равно что-то на основе блокчейн, и я имею в виду именно криптовалюты, все равно что-то будет. То есть мощности будут востребованы. Бесспорно. Ваша оценка затраты, например, если взять ту же самую Кизеловскую ТЭЦ, вот не дает она мне покоя, но это же там гигантское производственное здание, туда необходимо что-то убирать, что-то ставить. Плюс это удаленность. Если вы говорите, что клиенты просят, чтобы прямо вот здесь и сейчас это было, это рядом в шаговой доступности. Вот да, в части удаленности, конечно, тут есть нюанс. То есть если оборудование выходит из строя, его естественно как можно скорее нужно вернуть в строй обратно, это естественно. И здесь, конечно же, не на руку удаленное размещение от центра играет размещение этого дата-центра. То есть требуется там персонал, там охрана наблюдения, что соответственно... Если они обеспечат необходимым персоналом в Пермской области, не вопрос, то все это будет работать, функционировать, конечно. Хорошо. Возвращаясь к вопросу, который я уже задавал. Насколько широк этот рынок? Сколько дата-центров в Перми может появиться, чтобы рынок добычи криптовалюты был насыщен, чтобы он перестал быть столь интересным? Или это безграничное поле? На самом деле здесь зависит от очень большого количества факторов. Во-первых, интерес людей к криптовалюте подрастает тогда, когда растет курс криптовалют. То есть это и биткоин, как правило, вслед за ним растут и остальные криптовалюты, вне зависимости от того, востребованы они на самом деле на рынке или нет. И вот мы наблюдали как раз в декабре прошлого года... Это сумасшествие. Да, я неоднократно повторял, что мир сошел с ума, и люди платили любые деньги, чтобы заполучить видеокарты, асики устройства для майнинга, именно криптовалют. То есть они действительно для чего более не применимы, только для майнинга. Если видеокарты еще окей, можно продать геймерам, и они будут радоваться. Сейчас геймеры плачут, у них нет этих видеокарт, все забрали майнеры. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. То есть ценники на те же асики в данный момент упали. Ровно настолько, насколько упал курс биткоина. Ну то есть два раза практически. Практически. Если там в декабре было значение 20 тысяч долларов, сейчас 10 в рент. То есть уже сейчас можно наблюдать, что ценники снижаются. Что будет дальше, посмотрим. То есть есть инвесторы, которые просто верят, что это вырастет. И я считаю, это так и будет. Но перспектива здесь, горизонт планирования здесь намного шире. Это не месяц, не два, и может даже не год. И если инвесторы заходят с планом на год, то это может быть интересно. А если получить быструю прибыль, я сталкивался с людьми, которые совершенно не понимают, что такое биткоин, что такое блокчейн. Но они все равно стремятся в это вложить деньги. Зачем? Для меня загадка. Смотрите, если говорить опять же о перспективах. Мы сейчас с вами обсуждаем один путь, а ведь есть еще и другой путь. То есть в первом случае это некая консолидация мощности в больших гигантских дата-центрах. А другой путь это небольшие майнеры, условно говоря, в каждой квартире. И есть достаточно много проектов, фирм, которые такие майнеры выпускают. И более того, используют их, например, как обогрев базы отдыха, у которой нельзя подвезти газ. Это второй путь. То есть в каждую квартиру по майнеру. Прошу прощения. Тут ответ на самом деле очень простой. Если взять вот самый популярный сейчас ASIC-майнер, это Antminer S9. У него потребляемая мощность это 1,6 кВт. Сегодня слышал данные 700 Вт. Нет, вы заблуждаетесь на самом деле. Я транслирую лишь. Уточните данные, это 1,6 кВт. И сколько нужно их поставить, для того, чтобы было достаточно тепло. И сколько энергии нужно будет подвезти в то место, где они будут стоять. Плюс собрать эту энергию, это ведь... То есть его нельзя просто поставить, допустим, здесь к нам в студию и обогревать ее в зимнее время. Просто потому, что эта штука очень сильно шумит. И одной явно будет недостаточно, чтобы там было тепло. То есть нельзя вот ее взять и поставить как батарею. То есть лозунг «майнер в каждый дом» в ближайшей перспективе, вы считаете, не работает? А почему нет? Нет, речь идет не об этом. То есть просто домой будут ставить не ASIC-и, которые шумят, греются, а с видеокартами. Вот как. В чем и весь суть криптовалют? Это в децентрализации. То есть когда действительно в каждом доме кто-то потихоньку под подушкой майнит. То есть это реальная перспектива? Почему нет? Почему нет? Просто каждый по чуть-чуть будет делать свой вклад в развитие криптовалют. То есть будут и дата-центры, и небольшие майнеры в каждой комнате? Совершенно верно. Благодарю вас за ваше мнение. Спасибо. Александр Чапиленко в нашей студии, руководитель отдела разработки компании GetNet. Мы обсуждали перспективы дата-центров и небольших майнинговых ферм в каждой квартире. Спасибо еще раз. Благодарю вас. Спасибо, что выбираете РБК. Увидимся в нашем эфире. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова